Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. В области начинают открываться дошкольные учреждения. День опекуна отметили в Караганде. 20-летний юбилей отметили депутаты городского маслехата. В Саране открыт детский сад Ясли Сауле на 270 мест. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков принял участие в торжественном открытии детского сада. Аким области во время своей рабочей поездки поздравил жителей Сарани и воспитателей с открытием детского дошкольного учреждения. На реконструкцию этого детского сада из бюджета было выделено 235 миллионов тенге. Здесь есть спортивные и музыкальные залы, игровые площадки, учебные кабинеты, где будет вестись работа по направлению физкультурно-оздоровительного воспитания и обучения навыкам дорожного движения дошкольников. Нурмухамбет Абдебеков отмечает, что в следующем году новых и комфортабельных детских садов будет больше. Как раз к 2020 году мы сможем потребность города Сарани и в целом по Карагандинской области в дошкольных учреждениях обеспечить полностью и выполнить тем самым получение главы государства. По словам Акима, на сегодняшний день в нашем регионе создаются все условия для физического и духовного развития подрастающего поколения. Амина Смакова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. 29 октября на очередном заседании Координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию, проходившем под председательством Акима области Нурмухамбета Абдебекова, был рассмотрен ряд проектов, реализуемых по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Мы просим субсидировать «Дорожная карта» по дороге «Дорожная карта». Повестка включает все 6 проектов по программе «Дорожная карта бизнеса», 8 проектов по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». И если нет никаких дополнений, изменений по повестке дня, то давайте приступим к нашему заседанию. В частности, товариществом с ограниченной ответственностью «Морской Бриз» был представлен проект «Организация производства по переработке рыбной продукции». По словам руководителя компании, реализация этого проекта стоимостью 63 миллиона тенге позволит создать 30 новых рабочих мест, увеличить производство готовой продукции и тем самым способствовать укреплению продовольственного потенциала. Среди других проектов – приобретение оборудования для полиграфии компании «Экожан», открытие кулинарии ТО «Шебер», расширение автобусного парка ТО «Карагандинский автобусный парк номер 2», приобретение и установка твердотопливных котлов ТО «Жанар Тур». Затем были рассмотрены проекты по программе развития моногородов из Сарани, Садпаева, Тимиртау, Шахтинска и Абайского района. Кроме того, на заседании обсуждался вопрос о выделении грантов индивидуальным предпринимателям – Ибраев, Баур, Сулейменов, а также ТО «Кастомер-ориентед компани» – все из Сарани. По итогам заседания Акимобласти поручил управлению предпринимательства направить список одобренных проектов в рамках ДАМУ и Банки второго уровня для проведения соответствующих процедур, а список проектов, одобренных на субсидирование и выделение грантов в Акиматы соответствующих моногородов для заключения договоров. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль Стандартная система «Профиль Галвин» Профиль Галвин 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка – серия «Эксклюзив» Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин – морозостойкий, надежный, прочный К другим новостям Ежегодно 29 октября в Казахстане отмечается День опекуна В городе Караганде находится под обекой и попечительством около 700 детей Из них более 500 – дети дошкольного и школьного возраста В праздник опекунов во всех организациях образования проводятся праздничные встречи День опекуна – праздник людей с открытым сердцем и с щедрой душой Людей, умеющих любить и дарить тепло и заботу детям, которые волею судьбы остались без попечения родителей Главной целью праздничных встреч является оказание действенной помощи опекунам В вопросах успешной адаптации ребенка в приемной семье Выражение глубокой благодарности за их заботу и душевное тепло Ведь в таких семьях дети имеют возможность приобрести самых близких и родных людей И сейчас задача стоит в поле государства больше, чтобы детей были в семье И сегодня хочется в этот праздничный день выразить огромные слова благодарности вам За терпение, труд и любовь к детям, которые приобрели их семью Государство уделяет большое внимание оказанию социальной помощи людям, которые заменяют деткам родителей С 1 августа 2011 года всем опекунам выплачивается пособие на содержание подопечных детей В 2013 году введены изменения и дополнения в закон по вопросам обеспечения прав на жилище детей-сирот У Маузеры Аужановой трое своих детей Год назад они взяли под свое крыло 9-летнего Ислама И с тех пор живут в дружной большой семье Ислам очень талантливый, активный и добродушный мальчик, говорят родители У нас ребеночек разносторонний, он ходит на различные кружки, реками, изо В данный момент хотим его записать еще на плавание У нас в семье все замечательно День опекуна – это сравнительно молодой праздник Уделять внимание и оказывать поддержку опекунам патронатным воспитателям Которые взяли в свои семьи детей на воспитание Это тяжелый труд, ведь ребенку нужно особое внимание, тепло и любовь В Карагандинском ресторане прошел благотворительный концерт для детей-сирот из детского дома Кулыншак Несколько организаций подарили малышам вечер веселья и радости Благотворительность – это оказание бескорыстной помощи тем, кто в этом нуждается В хорошем заведении состоялся благотворительный ужин с веселой концертной программой Ростовые куклы играли с детьми, а юные артисты поднимали настроение и танцевали так, что все ребята вышли на сцену вместе с ними От всей души благодарю МВМ, Шинлайн и хорошее заведение Которые приготовили для наших детей прекрасный праздник, веселое настроение Мы благодарим за все, что сделали для наших деток Для таких детей необходимо внимание Песни, танцы, интересные конкурсы и ростовые куклы развлекали детей Повсюду царила теплая атмосфера Для ребят подготовили сладкие подарки и сюрпризы Когда малышей усадили за стол, они смотрели мультики Торговая марка Шинлайн совместно с Медиа Высот Монтаж, с развлекательным центром Винни-Пу и с хорошим заведением Проводят такую благотворительную акцию для детей из детских домов Мы хотим, чтобы все предприниматели города, нашего города Караганды Ежегодно, ежемесячно проводили такие акции Потому что мы должны поддерживать детей, уделенных родительским вниманием Здорово! С юбилеем маслехатов в Республике Казахстан Карагандинский городской маслехат празднует свой юбилей 20-летие, который совпал с 80-летием шахтерской столицы На торжественные мероприятия были приглашены депутаты всех созывов Особо отличившихся народных избранников наградили юбилейными медалями и благодарственными письмами В декабре 1993 года Верховный Совет нашей страны После долгих обсуждений принял закон о местных представительных и исполнительных органах власти Республики Казахстан Который коренным образом изменил структуру местных государственных органов в Казахстане Так появились первые маслехаты За 20 лет деятельности народные избранники прошли сложные этапы развития Работать было сложно, ведь законодательная база в середине 90-х только нарабатывалась Об этом говорилось в поздравительной речи секретаря городского маслехата Кабдыгали Аспанова 20 лет деятельности маслехата – это века в истории государства За это время местные председательные органы бесспорно стали авторитетом органов власти Небольшой по историческим меркам срок вместил в себя ответственную и плодотворную работу у депутатов в пяти созывах Каждый из которых внес свою лепту в развитие города Секретарь маслехата вручил юбилейную медаль Акиму города Нурлану Аубакирову А также его коллегам, градоначальникам, экс-акимам Шамирдену Уразалинову и Юрию Литвинову Медали были удостоены большинство депутатов Некоторым в этот день досталось ведомственные награды За активное участие в жизни города и области За внесенный вклад в развитие здравоохранения, культуры и спорта Помимо медалей и благодарственных писем, виновников торжества и гостей праздника Радовали своими выступлениями творческие коллективы Караганды Аким города Нурлан Аубакиров в своем торжественном спиче Подчеркнул значимый вклад депутатов в развитие Караганды От всей души желаю всем депутатам города Караганды здоровья и благополучия Успехов в труде, активной работы и реальных результатов во благо всех карагандинцев С праздником вас, уважаемые коллеги Историю карагандинских депутатов рассказывали и показывали Специально по торжественному поводу был сделан документальный фильм В нем говорилось о самом первом секретаре городского маслехата Каиржане Щегенове И записаны воспоминания его коллег-последователей Прямой открытый человек Прямой открытый человек Были очень открытые, честные За 20 лет депутаты пережили многие И лихие 90-е, и кризисы 2000-е Однако по сей день они продолжают рука об руку с исполнительной властью Прилагать усилия, чтобы карагандинцам жилось комфортнее в родном городе Совмещая свою основную деятельность на предприятиях и в организациях шахтерской столицы Соответственно и нелегкой общественной работой в маслехате В Назарбаев интеллектуальной школе прошел экологический форум под девизом Будущие планеты в наших руках На совещании отметили, чтобы улучшить экологию Необходимо стопроцентное участие каждого жителя страны А так как Караганда занимает шестое место среди стран СНГ Как самый загрязненный город Именно мы должны принять активное участие в поддержании экологических норм Форум организовали общественный фонд «Центр содействия устойчивому развитию» При поддержке управления природных ресурсов и природопользования Карагандинской области А также Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Караганды Такие форумы нужны для напоминания людям, что наша планета не сможет всегда оставаться чистой Если человек будет без оглядки развивать техногенные принципы производства Такие форумы в Актюбинской области мы проводили в рамках проекта В Алма-Ате часто проводим форумы, привлекаем молодежь И как-то способствуем решению проблем в экологии В последнее время народ очень активизировался Потому что, наверное, все понимают, что решение проблем экологии – это все в наших руках На форуме для зрителей показали познавательный фильм об экологии Государственные органы серьезно подошли к этой проблеме Для привлечения народа к улучшению экологии Были проведены не только серьезные конференции и форумы, но и различные конкурсы для учебных организаций и флешмобы Помимо этого был издан сборник детских экологических проектов В котором дети написали, что они думают о нашей экологии Восьмилетний Сережа Чернов уже все понимает И вот что он написал Надо строить такой завод, чтобы трубы не дымили, как в Темыртау Когда мы были в Темыртау, я видел много труб, которые дымили разноцветным дымом И когда я увидел по телевизору, что в детских песочницах вокруг Темыртау нашли вредные вещества Я сразу вспомнил про этот дым И почему же взрослые дяденьки не думают, что в песочницах играют маленькие дети Они же потом болеют и лежат в больницах А когда они вырастут, будут все больны и не смогут работать Как говорят, устами младенца глаголит истина Нужно к этому прислушаться Проведение форума способствует повышению экологической культуры Привлечению внимания к природе и бережному отношению к природным ресурсам Это создаст основу для реализации стратегии «Казахстан-2050» И положению концепции по переходу Казахстана к зеленой экономике В рамках форума мы проведем 4 секции В 4 секциях у нас пройдут работы по экологическим проектам По экологическому волонтерству в целом И про роль общественных организаций в воспитании, экологической культуре молодежи Поэтому этот форум будет, думаю, способствовать тому Что наша молодежь будет более активно включаться в экологические проекты И уже будет совместно с нами мониторинг проводить Какие-то свои экологические анализы и, конечно, предложения Охрана природы и поддержание чистоты начинается с малого Каждый должен понимать, что бросив маленький фантик Он уже загрязняет природу, потому что он не один А если каждый будет следить за своими поступками Возможно, наша планета станет лучше И отблагодарит нас чистым воздухом и красивой природой Лариса Хусейнова, Ислам Аспан, Арман Артаев, Первый Карагандинский Новости спорта Спортивный комплекс «Жастар» принимает юных борцов вольного стиля Здесь проходит республиканский турнир Спортсмены борются за призы заслуженного тренера Аманчи Акпаева Республиканский турнир проходит уже в девятый раз На него съехались более 160 борцов со всей страны Соревнования посвящены заслуженному тренеру СССР Аманчи Акпаевым Эти соревнования проводятся перед первенством Казахстана Среди юношей, которые будут проходить в Талды-Кургане Карагандинцы представляет школа-интернат Даулет, Балхаш, Джасказган Первенство проводится среди юношей и девушек 1999 и 2000 года рождения Честь нашего города защищают самые сильные ребята Которые обещают завоевать первое общекомандное место Бижанов Денмухамбет Занимается борьбой три года Побеждал на различных турнирах И становился призером чемпионата Казахстана Соревнования были очень тяжелыми Но, как говорится, без трудностей побед не бывает До финала провел три схватки Финальная стала четвертой Самой тяжелой была борьба за выход в финал с актюбинским борцом Сегодняшний турнир для юных борцов Бил хорошей проверкой перед чемпионатом Казахстана В котором примут участие наши спортсмены И, надеемся, с достоинством защитят честь нашего города В завершении выпуска еще об одном Королева королевского турнира Карагандинская юная спортсменка завоевала золотую медаль по боксу На королевском турнире в Германии Также она стала обладателем приза Лучший боксер Королевский турнир по боксу собрал более 200 спортсменов со всего мира В весовой категории до 60 килограмм В честь нашей страны на международном спортивном празднике Защищала Аида Абикеева Я завоевала первое место И приз лучшего боксера Я проводила два боя Первая шведка, вторая франция Аиде 16 лет Тренируется в спортивной школе-интернате имени Алии Молдогуловы Нужно отметить работу тренеров в столь высоких достижениях в боксе молодой спортсменки Боксом занималась 4 года Три года она занималась у меня Сейчас на данный момент она является ученицей и тренируется у Аркадия Топаева Заняла первое место, провела два поединка и была признана лучшим боксером турнира Впереди у юной спортсменки турнир Казахстана, который пройдет в городе Павлодар Пожелаем удачи юному дарованию Это все, о чем мы хотели вам рассказать Благодарим за внимание Если у вас есть интересная информация Звоните нам по телефону 4206-49 Аман Солболмстер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова